Приветствую вас, дамы и господа! Скажите, вы смотрели фильм Кинза Адза? Старый добрый советский фильм, наверняка многие из вас его видели. Дядя Лова, цапу надо крутить, цапу. На, сам делай! Мне нельзя, я чатланин. Уйди отсюда! Как советовать, так все чатлани. А как работать, так... Интересно то, что среди моих знакомых нет тех, кто равнодушно бы к нему относился. Его либо любят, либо не любят, но не суть дела. Теперь вопрос к тем, кто с фильмом ознакомлен. Помните пепелатцы? Да-да, те самые неповоротливые и странные штуки, на которых можно перемещаться в тентуре. Да, похожий на советских времён пылесос, но с пропеллером. А теперь попробуйте представить что-то восточное. Не, не это. Скорее вот ближе к этому. Надеюсь, с фантазией проблем не возникло. А теперь подумайте, что бы получилось, если бы в восточный колорит добавили пепелатцы, перемешали всё в блендере и приправили интересным сюжетом. А повар был бы прямиком из России. И звали бы его Константин Кашутин. Надеюсь, правильно фамилию произнёс. А блюдо, которое он нам приготовил, носит название Hammer Fight. Я всегда радуюсь, если мне в руки попадает хорошая русская игра. Беда в том, что я не могу сходу вспомнить большое количество годных игр из нашей необъятной родины. Невольно сразу вспоминаю Мор Утопию, которую я, блин, инди-хоррором незаметно для себя обозвать умудрился, вызвав тем самым волну негодования со стороны Зулина. Тургор, в который я толком не поиграл. Тук-тук-тук, который я прошёл и остался крайне доволен. И Космических Рейнджеров, некий отголосок моего детства. Конечно же, стоит вспомнить и Тетрис, разработанный в нашей же стране давным-давно. Мельком вспоминаю серию Kings Bounty, которая весьма неплоха, но меня особо не зацепила. И вот порой сижу я тёмными вечерами, да дум и думаю, что же ещё у нас такого хорошего разработали. И тут мне в руки попадает Hammer Fight. Вы только представьте, как я был рад этому событию. Не то, чтобы я прямо патриот в квадрате, который играет только в русские игры, но мне определённо греет душу, когда я вижу, что в России разрабатывают что-нибудь, кроме клонов Minecraft на Unity и шутеров чёрт знает какого эшелона. Игра затянула меня минимум на месяц, и я до сих пор не жалею, что потратил на неё столь немалое количество времени. Стоит отметить, что Кашутин, по его словам, разрабатывал Hammer Fight для себя. А то, что игру оценило общество, но как всегда игра прошла мимо толпы, лишь удачное совпадение и признак того, что он адекватен. Константин разрабатывал свою игру в одиночку в течение трёх лет, а это весьма приличный срок. Разумеется, Константину помогали друзья в некоторых аспектах игры. Кто-то занимался саундтреком, кто-то помогал с переводом. Ещё кто-то отправил игру на Independent Games Festival. Судя по интервью, Константин человек очень весёлый и добрый. Он благодарит за помощь даже преподавателя французского, с подачи которого его отчислили из института. Такой вот необычный человек. А необычные люди, как мы знаем, очень часто хорошо умеют в разработку годных игр. По большому счёту, Hammer Fight это аркада, а я к ним отношусь весьма и весьма скептически. Но в Hammer Fight есть кое-что такое, что делает геймплей неповторимым. А именно, проработанный физический движок, основанный на статьях некоего Оливера Рено. Может быть он физик? Да, он определённо физик. Каждое оружие в игре обладает своей массой и остротой. Разумеется, точная масса и площадь поверхности в игре нигде не указана, но её можно выразить примерно. Так что если большая часть игроков может просто наслаждаться геймплеем, разбрасывая противников по арене, то физики могут рассчитывать силу каждого удара и, соответственно, выбирать подходящую тактику ведения боя. Это круто. Да. Что меня удивило ещё больше, так это сюжет. Мало того, что он проработан, так ещё и не линеен. Единственное, что слегка мешает его восприятию – кошмарная витиеватость. Кашутин слегка перестарался, прописывая диалоги. Так и хочется пошутить, что в процессе разработки он злоупотреблял сомнительными веществами. Но лучше не буду. Персонажи в игре совмещают белый стих и диалект мастера Йоды, а текста в игре хватило бы на краткое содержание «Войны и мира». Неожиданные повороты, интрижки и сюжетные развилочки также прилагаются. А теперь у нас минутка небольших спойлеров. Как я уже говорил, в игре явно восточный колорит, который ближе к Алладину. И прекрасный разработчик Константин Кашутин ласково приклеил к восточному колориту стимпанковый элемент. Сюжет в игре запутанный и сложный, однако всё же читаемый. В мире игры было три великих дома. Дом Дресс, дом Тылвани и дом Дагод. Пфу, не та игра. В Хаммерфайт дома назывались Кадиш, Келета и Гояр. В стародавние времена все, как всегда, жили в мире, пока правитель дома Гояр внезапно не отрастил усы с щеточкой и не решил захватить мир. Разумеется, он, как и все люди с усами с щеточкой, не слишком хорошо кончил. А обозлённые представители дома Кадиш и Келета начали устраивать геноцид Гояров не хуже, чем Караджич во время Югославских войн. В итоге Гояры спрятались далеко в скалах и занялись охотой, и все про них забыли. Но в один прекрасный момент на спокойную деревушку Гояров устроили рейд, а нашего героя, который, как ни странно, также оказался Гояром, взяли в плен, а клан его уничтожили. Разумеется, он хочет мстить всем виновникам, а поскольку Гояры прирождённые войны, с задачей наш всадник справляется на ура. Также в игре присутствует немножко странная и нелогичная концовка, про которую я вам, конечно же, не расскажу, дабы совсем вас не расстраивать. Думаю, вы помните про бабушку, да? Геймплей выглядит крайне простым. Вешаем на пепела с оружия, крутим цапу, отвешиваем удары всем неугодным. Первая мысль, которая приходит в голову – руководствуйся навыком. И если одного навыка вам хватит на прохождение сюжета, то на арене вы скорее будете уповать на рандом. А знаете почему? В сюжете мы встречаем только честных противников, вооружённых только оружием ближнего боя. А на арене нередкость встретить какого-нибудь такого. Эти парни – самое худшее, что может с вами случиться. Правда. Если ещё от китайских фейерверков в количестве трёх штук увернуться возможно, то попробуй уйти от сотни шахид-пакетов или шрапнели. А если кто-то бросит огромную осадную бомбу ближе к концу боя, когда ты будешь близок к победе, и тебя ненароком зацепят взрывом, ты будешь счастлив как никогда раньше, я это гарантирую. Да, ты можешь обвесить свой пепела с толстенным слоем брони, но тогда не сможешь нормально замахнуться даже самой лёгкой палкой. Конечно, никто не запрещает тебе подкрутить настройки мыши так, чтобы замахиваться было легче некуда, но тогда игра становится скучноватой, да и бои всё равно придётся раз 5-10 начиная сначала. И если сюжет так или иначе проходим, то на арене из-за наших маленьких любителей пороха бои проходят примерно вот так. А ещё графон. Он классный. Уже не пиксель-арт, но ещё не полигоны. Так что мы видим что-то похожее на Fallout 2. Только деталей чуть-чуть побольше будет. И всяких кинематографичных эффектов тоже. Например, когда мы делаем очень хорошие удары по противникам, то включается моднявый слоуум, блум и HDR-обработка. Не такие сильные, как в Battlefield, правда. Сам визуальный стиль игры тоже выглядит минимум на 11 из 10. Чтобы в этом убедиться, хватает лишь одного взгляда на главное меню. Нас там встречают красивые цитаты и цветущие розы, задающие тонны игре. Благодаря визуальному стилю игра живёт. В ней действительно ощущается неповторимый антураж востока, проработанный до мельчайших деталей. Это греет душу. Скажите, а вы любите калечить людей? А используя при этом разные виды оружия? Правда? Оу, тогда вы будете просто счастливы. В игре просто гигантский выбор вооружения. Тут тебе и мечи, и топоры, и молоты, и булавы на цепях, и что-то тотально диковинное. Например, артефактное оружие, которое можно получить, выбрав правильную развилку сюжета. Особо изощрённые игроки могут совмещать два разных вида оружия в одно. Например, молот в комбинации с коротким острым клинком – смертельный номер, выпиливающий всё живое без особых проблем. Молотом мы аккуратно соскребаем с противника доспех, а клинком уже почёсываем его оголённую спину. Но идеального оружия в игре нет. Совсем. И даже не пытайтесь его найти. Всё зависит от мастерства в обращении с тем или иным вооружением, а не от него самого. Для тех, кому в игре оружия мало, Константин Кашутин придумал ещё одну великолепную вещь – поющие камни. Они представляют собой, как ни странно, камни. Только вот не простые камни, а с магическими свойствами. Их можно инкрустировать в оружие и получить полезный эффект, зависящий от камня, который вы подобрали. А кроме сюжета, в игре есть ещё три режима. Арена, про которую я уже немножко рассказал, славная охота и хаммерболл. Славная охота представляет собой, как бы это ни было странно, охоту на гигантских ледающих червей, шершней и софитов. Софиты описать тяжело, поскольку в природе подобных тварей нет. А вообще он похож на смесь червя, рака и змеи, которую щедро накормили метамфетаминами для небольшого разгона. В конце охоты нас ждёт мини-босс, и если нам удается его победить, то мы получим в награду поющий камень, что безусловно хорошо. Увы, про хаммерболл я ничего не смогу вам рассказать. Беда в том, что я, скорее всего, выбрал не ту сюжетную развилку, вследствие чего этот режим остался для меня закрытым. Судя по рассказам тех, кому в этом плане повезло больше, хаммерболл напоминает смесь крикета и футбола, с небольшим добавлением жестокости. Основная цель осталась такая же. С помощью молоточка закатить шарик в лунку. Только вот вместо молоточка вы будете размахивать огромным боевым молотом, а вместо шарика у вас будет булыжник размером в половину вашего пепелаца. Ещё немножечко о физике. Буду откровенен, статьи Оливера Рено я не читал, более того, даже не нашёл. Но он явно знает физику на высоком уровне, что наглядно демонстрирует физический движок в хаммерфайт. Думаю, все помнят со школьного курса физики, что для того, чтобы рассчитать силу божью, нужно умножить божью массу на божье ускорение. И это касается не только ударов по вражеским летающим пылесосам, но и случайным попаданием по деталям арены. Они полностью разрушаемы, а случайно упавший откуда-то сверху кирпич может здорово изменить исход боя. Однажды, когда я играл на арене, мне оставалось победить одного противника. Так этот му... Замечательный человек бросил вверх осадную бомбу. Я, разумеется, нырнул вниз, дабы переждать взрыв. А потом на меня упал кирпич. И оглушил. Тогда довольный противник приложил по моей машине так, что мне пришлось покупать новую гравитсапу и начинать всё сначала. Но особое удовольствие доставляет не получать кирпичами по голове, а вдалбливать противников в стены арены мощными ударами молота. Но есть в игре и минусы, ибо идеальных игр не бывает. Вместе с инновационным управлением, интригующим сюжетом и непередаваемым геймплеем, Кашутин завёз на маленькое ведёрко багов физического движка. Например, может случиться так, что вы будете слишком усердно вбивать противника в стену. И в результате он пройдёт сквозь кирпичи и застрянет. И вытащить его ну никак не выйдет, придётся начинать уровень заново. Да и искусственный интеллект порой играет с вами злую шутку. Любители огнестрелов часто передвигаются в такую точку карты, где ничем ближнебойным их достать не получится. А вот они вас прекрасно умудряются оттуда расстреливать. Также стоит упомянуть, что вас может моментально убить ненароком прилетевший метательный клинок. Хотя ускорение у него было недостаточно большим, чтобы так навредить игроку. Да и огромной массой он не обладает. Это немножко странно. Да, определённо это странно. Самое худшее это то, что баги в итоге так и не пофиксили. По-моему, даже не пытались. Хотя я могу ошибаться. Если честно, я не знаю, что ещё можно рассказать об этой игре. Она хороша во всём. Её геймплей делает её очень реиграбельной. Её сюжет делает её интригующей. Её визуальный стиль делает её живой и неимоверно красивой. Её саундтрек прекрасно дополняет геймплей, сюжет и визуальную часть. А сама игра, на мой взгляд, является лучшей инди-игрой за 2009 год. Покупаете её, не раздумывая. Она стоит каждой копейки, вложенной в её покупку. Вы поймёте это, когда будете охаживать очередного супостата молотом по голове. А каждый удар будет отдаваться тряской интерфейса. Очень хорошо, что в России ещё умеют разрабатывать игры. С вами был самый грязный из всех дварфов. До скорейшей встречи, друзья!